Всем привет! Этот выпуск посвящен всем девушкам, которые смотрят этот блог. По вашим многочисленным просьбам, речь сегодня пойдет о Камерон Диас. Об этой прекрасной девушке, которой уже больше 40 лет, но при этом она продолжает выглядеть как девушка. И я готов ответственно это заявить, потому что я видел ее в тренажерном зале в Калифорнии. И, ребята, я могу вам сказать совершенно честно, что она обращает на себя внимание, даже не стараясь. Лишь благодаря тому, как она двигается, как она выглядит и как она тренируется. Камерон Диас реально понимает в тренировках и, безусловно, понимает в питании. В этом можно удостовериться, увидев, как она выглядит сегодня. Причем она утверждает, что она чувствует себя в 40 с лишним лет сейчас лучше, чем чувствовала себя, когда ей было 20 или 25. Потому что правильно тренируется и энергетически поняла, как работает ее организм. Прежде чем мы начнем говорить о ее рационе, я хочу поделиться с вами небольшим креативом в питании. Как ни странно, я уже чувствую себя вправе рассказать вам о своих кулинарных находках, друзья. Кулинарная находка состоит в следующем. Рассказываю вам эксперимент. Не было диетической моцареллы. Несколько выпусков назад я упоминал, что я люблю диетическую моцареллу. Ношу с собой, периодически могу там где-то просто раз там порвать, вылить и съесть вот этот вот кусок прям фактически руками. Конечно, погорели, как еще. На этот раз не было диетической моцареллы, но была моцарелла классическая. В классической моцарелле, которую вы сейчас видите на столе, процентный состав белков и жиров практически равный. То есть в таком куске порядка 30 граммов белка и 30 граммов жира, что, естественно, неприемлемо для нас, друзья. Мы же это понимаем. Но если эту моцареллу попробовать пожарить, это вообще как бы отдельный эксперимент. Мне хотелось попробовать жареную моцареллу. Что удивительно, то, что жир из нее выходит, ребята. Сейчас я вам продемонстрирую, как это происходит. Сначала я ее порежу на куски. Так. Теперь кладу это. Ребят, поверхность я поставил на 200 градусов. Все, что надо, по сути, это дать просто этому сыру пожариться какое-то время. Я не могу сейчас точно сказать, какое, но мы сейчас узнаем. Ну, короче, оставим. Этот процесс происходит самостоятельно. Прикрою. И расскажу вам о Камерон Диаз. Первый принцип. Завтрак это святое. Для Камерон Диаз святое это овсянка на воде. Как же мне приятно это было услышать. Плюс к овсянке на воде добавляется яичница с овощами. Второй принцип. Углеводы Камерон Диаз ест только в первой половине дня и при этом очень умеренно. Третий принцип. Во второй половине дня Камерон Диаз ест лишь белки и овощи. Четвертое. Любимые источники белка для Камерон Диаз это куриная грудка, рыба и стейк. И пятый принцип. Она позволяет себе 4 читмиллс в неделю. То есть она позволяет себе 4 раза в неделю есть те продукты, которые в принципе не должна была бы себе позволять. В преддверии ответственной съемки либо роли в фильме она убирает вот эти читмиллс. Но естественно помнит о том, что скоро она себе снова это позволит. Убирает она их на 4-5 недель. То есть вот такими принципами она руководствуется. Я скажу, что удивило меня количество читмиллс в неделю. Все-таки 4 мне кажется, что это слишком часто. Может быть пару раз в неделю можно себе позволить. Но 4 это позволительно человеку, который держит себя уже долгое время в нормальной форме. Камерон Диаз как раз из таких. Но если вы пытаетесь преодолеть инерцию, неправильную инерцию своего организма и выстроить новую дисциплину, 4 читмиллс в неделю вам не подойдет. Ребята, вот это вот очень важно. Девушки абсолютно то же самое. Я бы даже сказал, что 1 раз в неделю поначалу будет слишком много. Потом вы можете сделать 1 раз в неделю, 2, 3 и так далее. Посмотрим на моцареллу. Меня эстетика не сильно беспокоит. Меня беспокоит состав. Посмотри, уже неплохо. Сюда же можно было бы еще и зелень положить. Тогда вообще была бы эстетика. Да, Витвик? Смотрите, выглядит как яичные белки. Но на самом деле это моцарелла, в которой жира уже раза в 2 меньше точно. По вкусу, я вам сразу могу сказать, но я-то пробовал вчера, поэтому знаю уже, как выглядит. И это моцарелла скрипучая, ребята. То есть она скрипит на зубах, потому что жиров мне стало намного меньше. И это, конечно, намного более диетический продукт. Точно. Именно так. Какие преимущества этого блюда, ребята? Это новый вкус. Источников белка не так много, и все они нам дико надоели. Поэтому нужно креативить и что-то придумать новое. Попробуйте такой вариант моцареллы, она ощущается иначе. С чем ее можно съесть? С помидорами один вариант, классический, понятно. Еще можно взять тот самый низкокалорийный конфитюр, где низкое содержание глюкозы и сахаров. Помакать моцареллу в этом вот конфитюре. Тоже, кстати, изысканный вкус. Удивитесь, но это вкусно, реально. Либо какие-то ягоды, там, не знаю, посыпанные сахаром. В общем, вы придумаете что-нибудь. Теперь о тренировках Камерон Диас. Пару слов буквально, ребята, раз мы говорили о питании. Смотрите, что меня удивило воочию, когда я видел, как она тренируется. Огромное количество функциональных движений, многосуставных. Приседания, выпады, жимы, отжимания, выпрыгивания, что она еще делала. Подтягивания с помощью, естественно. Тяги сидя. Все движения многосуставные. Дальше она перемежала силовые упражнения спринтами. Вот это вообще редкость. Я фанат спринтов. И увидев то, что внутрь силовой тренировки интегрированы несколько спринтов в течение всей продолжительности тренировочного процесса, это вообще офигенно. Короче, человек понимает в тренировках. Может быть, когда-нибудь мы с помощью Виктории Юшкевич разберем и имитируем тренировку Камерон Диос, как я ее наблюдал. Так что не обещаем пока, но, возможно, это будет в наших планах. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам огромных фитнес-побед в новом году. И мы увидимся совсем скоро. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин